МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Со слезами на глазах 25 мая школьники услышат последний звонок. Будет организована работа творческих коллективов. Сколько ребят покинут родные стены? Полный карман. Один из топ-менеджеров строительной организации задержан за взятки. Он получил около 100 тысяч рублей незаконного дохода. Какой схемой пользовался преступник? Святое место Бобруйский монастырь отметил престольный праздник. Жены мироносицы, наши покровительницы, бесстрашные женщины. Как прошла служба? А также квартирный вопрос, детский смех и под контролем. Белоруссию совершенствуют механизмы ценового регулирования платных медуслуг. Чем суть? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности. На повестке дня проект указа, который предусматривает корректировку нормативно-правовых актов в сфере. Белорусский лидер подчеркнул, сформирована специальная система. Однако негативные тенденции не изжиты. Под видом профилактических работ проводятся полноценные проверки. Глава государства отметил, зачастую контролеры занимаются бюрократической вознёй. Усилия проверяющих часто направлены именно на поиск недостатков и применение штрафных санкций. А надо было на улучшение результатов деятельности предприятия. Нам не штрафы нужны и наказания, или какие-то санкции, а улучшение работы предприятия. В этой связи я поручил по требованию от правительства до помощников президента, губернаторов и других кардинально разобраться в ситуации, изменить стиль и методы работы. Во исполнение данного поручения правительством подготовлен проект указа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Его разработка велась более двух лет, аж два года. О пример показали, а администрация президента и правительство крутили его несколько раз, подключая все заинтересованные ведомства. В результате проект содержит ряд новаций. От смещения акцентов в работе контролирующих органов в сторону профилактики до выведения прокуратуры из-под сферы действия указа номер 510. Ввиду значимости этого правового акта для страны окончательное решение будет принято мной только после нашего всестороннего обсуждения. Правда, хотелось бы, чтобы после обсуждения два года не проходило, как вы готовили этот проект. Еще одно важное событие президент привел к присяге судью Конституционного суда. Светлану Любецкую назначили на почетную должность еще в апреле. В торжественной обстановке она произнесла текст, взяв на себя обязательства честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь. Александр Лукашенко лично пожелал успеха в работе на посту. Жадность до добра не довела. Топ-менеджер строительной организации регулярно набивал свой карман крупными суммами. 37-летний фигурант помогал коммерческим фирмам на территории Минска, областного центра и Могилевского района. За свои услуги заключения договоров на поставку стройматериалов, производство монтажных работ и своевременную оплату получал доход. Всего за год аферисту на незаконной махинации удалось заработать кругленькую сумму. В результате своей преступной деятельности он получил около 100 тысяч рублей незаконного дохода. Возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Визовый нюанс, забота о лесах и жилищный показатель. С начала года в Беларуси построили более 10 с половиной тысяч квартир. Кому достался свой уголок? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Смены в детских лагерях сократят. Теперь заезды будут длиться не более 15 дней вместо привычных 18 или 21. Таким образом, в наступающем сезоне за городом отдохнет наибольшее количество школьников, сообщили в Минобрия. В стране учебный год оканчивает миллион учащихся. С начала года в Беларуси построили более 10 с половиной тысяч квартир. В эксплуатацию введено свыше тысячи квадратных метров. Для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено 32,6% от общего объема. Сюда же входят апартаменты, возведенные с использованием господдержки. В Беларуси усовершенствуют механизмы ценового регулирования платных медуслуг. В планах скорректировать нормативы правовых актов по вопросам установления и применения предельных максимальных тарифов, а также формирование цен на лекарственные средства и изделия медназначения. Главная цель – обеспечить их доступность для населения. Плата за выдачу шенгенской визы краткосрочного пребывания увеличится. С 11 июня сборы вырастут на 12%. Документ для взрослых обойдется в 90 евро для детей от 6 до 12 в 45. Раз в три года Еврокомиссия пересматривает стоимость на основе значения инфляции и средних зарплат госслужащих в Евросоюзе. Ограничения на посещение лесов введены в 14 районах Белоруссии. Запрет действует в Брестской, Гродненской и Минской областях. В связи с этим исключены въезд транспорта, проведение турслетов и коллективных выездов с палатками. Не возбраняется сбор ягод и грибов, однако без разведения костров на привале. Отслеживать информацию можно по интерактивной карте, размещенной на официальном сайте Минлесхоза. Школа «Я уже скучаю». Последний звонок пройдет в Бобруйске 25 мая. Уже в субботу по традиции сотни воздушных шаров взмоют в небо. Площади Ленина и Победы станут площадками для прощания. Выпускники станцуют вальс, пройдут в городском шествии. Лучших наградят благодарственными письмами. Участие о торжестве примут более 1100 бывших школьников Бобруйска. На площади Ленина будет организована работа творческих коллективов для выпускников и их родителей. В том числе предусмотрена работа фотозон, выставок, мастер-классов. Кроме того, 24 мая в городе Бресте состоится республиканский последний звонок, в котором примут участие в составе делегации Могилевской области лучших 10 выпускников города Бобруйска. В 2024 учреждения образования покинут более 55 тысяч 11-классников. Однако не время расслабляться. Впереди сдача экзаменов и поступления. К слову, в этом году ЦЭ и ЦТ пройдут в единые сроки для всех. И для новоиспеченных выпускников, и для тех, кто окончил школу в прошлые годы. Наиболее востребованные предметы для сдачи – русский и английский, физика, математика. В Глузке на днях прошел первый открытый региональный фестиваль «Конкурс детского искусства» имени Валерия Иванова. Статусное событие Приднепровского края собрало более 400 юных конкурсантов из разных уголков страны. На творческое мероприятие заглянул Виталий Гаврусев. На два дня – 17 и 18 мая Глузк превратился в культурную столицу Могилевской области. Здесь прошел первый открытый региональный фестиваль «Конкурс детского искусства» имени Валерия Кирилловича Иванова – народного артиста Республики Беларусь. Что может быть трогательнее и милее, чем выступление ребенком? А если на сцене целые созвездия юных артистов, то и радости в разы больше. Именно такое настроение царило в Глузке на протяжении двух фестивальных дней. Я искренне от всего сердца поздравляю вас с открытием. Я желаю всем участникам, которые сегодня будут, проникнуться вот той любовью к родной земле, которая всегда была в творчестве Валерия Иванова. Желаю всем успеха, желаю всем хорошего настроения, желаю всем прикоснуться к высокому искусству. Марафон инструментального, вокального, народного и танцевального искусства по праву можно считать своеобразной олимпиадой талантов. Достойные адепты творчества Валерия Иванова. Приемственные колени меня очень радуют. Очень хорошие звездочки растут на этом фестивале. Мне хотелось бы пожелать успехов и чтобы это продолжение имело место. Форум собрал полный зал почитателей и друзей народного артиста. Тех, кто был всегда рядом, помнит, любит и ценит его творчество. Даже если кто-то не приехал, все равно мысленно эти люди находились с нами. Очень много поздравлений, пожеланий, слов поддержки мы получили от папиных друзей. А у папы очень-очень много друзей. И это приятно ощущать и чувствовать. Жюри, в состав которого вошли ведущие деятели культуры и искусства страны, оценивали не только уровень исполнительства участников, но и степень сложности концертной программы, оригинальность и артистизм. Я рада, что город Глуск, наряду с серьезными знаковыми явлениями, характерными для этого региона, приобретает новый бренд. И этот бренд носит имя замечательного мастера, прекрасного композитора, народного артиста Республики Беларусь, Валерия Кирилловича Иванова. Это новое начинание, которое хорошо подготовлено, которое хорошо, прекрасно организовано. Есть важный состязательный момент, соревновательный момент. Ребята борются за право быть лучшими. Организаторы фестиваля конкурса «Глузский райсполком», «Сектор культуры» и «Детская школа искусств» постарались, чтобы мероприятие прошло интересно и зажигательно, запоминающе. В 2020 году школе было присвоено имя Валерия Кирилловича Иванова. И чтобы выковечить память его, родилась такая идея создать конкурс. И я надеюсь, у нас получилось. Мы в этом году сделали первый открытый региональный фестиваль «Конкурс», в котором принимало более 150 коллективов в четырех номинациях. На протяжении всего фестиваля работали различные тематические площадки, выставки, продажи, торговые ряды. В программе мастер-классы, конкурсы, игры, экскурсии, концерт и многое другое. «Глузская земля» очень богата на талантливых людей. Музыканты, художники, поэты. Много людей, которые могут есть и прославлять нашу лучшину. Атмосфера праздника, дружбы. Все очень прекрасно. Все такие дружные, хорошие, красивые. Очень замечательный фестиваль. Мы посмотрели, как танцуют другие коллективы. Все просто прелестно. И фестиваль очень веселый и позитивный. Конкурс будет проходить один раз в два года. Он призван выявлять и поддерживать талантливых детей-молодежь, повышать уровень исполнительского мастерства, укреплять культурные связи, стимулировать творческие инициативы. Появление такого конкурса имени нашего белорусского композитора – это тренд, это бренд не только этого города, не только области, но, наверное, и всей Беларуси. Хочется пожелать этому конкурсу дальше, выше, вперед развиваться, привлекать все большее количество участников и расширять горизонты. Итог. Победителям и участникам вручены дипломы гран-при, лауреатов, дипломантов, участников фестиваля. Специальные призы и подарки. Сегодня ребенок с этого фестиваля, я уверен, что ни один получит путевку в творческую жизнь нашей страны. Это очень важно. Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Колокольный звон. Женский монастырь «Жен Мироносец» отметил престольный праздник. Служба впервые прошла в воссозданном соборе святого Александра Невского. Божественную литургию возглавил епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Во время совместной молитвы внутри ощущалась душевная радость и Божья благодать в такой особенный день. Жены Мироносецы, наши покровительницы, бесстрашные женщины, которые следовали за Христом до последнего его земного пути. Христос воскрес и разнесли эту благую весть по всему миру. По окончанию богослужения архипастырь поздравил настоятельницу монастыря, духовенства, сестер-прихожан. Праздник «Жен Мироносец» воистину особо подчеркивает высокое призвание прекрасного пола и напоминание об их подвиге. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok